люди люди приходите Жень, пока Анюта, привет всем привет, привет Ксюша приходи ко мне сейчас, скажите хотя бы слышно меня? так, надо уже присоединять Ксюшу и начинать спасибо, спасибо, слышно, видно это очень хорошо слушайте, но надеюсь, что вы подготовили свои вопросы Сашечка, привет Анюта, хорошо, я постараюсь сохранить эфир, но пока не могу дать такой такой гарантии привет, Оксаночка, привет лучшие лучшие киноработники господи, что у меня с волосами Ксюха, приходи ребят о, вот Ксюша с нами это прекрасно вы можете потихонечку задавать свои вопросы мы будем читать и стараться на них отвечать сразу хочу сказать, что я никого идея прямого эфира была ваша а не моя я на нее согласилась вот мы присоединяем сейчас Ксюху где она у нас там вот идея прямого эфира была ваша а не моя Ксюша Ксюша где ты не знаю порывайся если ты на вай-фай то лучше отключи вай-фай потому что в нынешних условиях это не работает давай еще раз попробуем закончу фразу это не моя была идея это прямое эфира ваша я на нее согласилась с огромным удовольствием я никого ничем ничему не хочу учить и не имею на это никакого права если мы сможем ответить на какие-то ваши вопросы и вы получите ответ я буду только рад так давайте Ксюшу добавлю все-таки с нами в эфир всем привет 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 о кто она такая героиня нашего времени танечка привет Ксюша я тебя не вижу слышу слышу но ты не подсоединяешься почему-то а ты на вай-фай или ты на ну сейчас будем пытаться тебя присоседивать Артур здравствуй ребят нам нужно какое-то время немножечко разойтись чтобы Аня привет Маруся привет ну че Ксюша как дела не получается у Ксюши пока присоединиться слушайте ну я увидела там ваш вопрос кто она такая героиня нашего времени я думаю Аленочка привет не знаю может быть все хотят к нам прямой эфир а как же люди люди же как ну я тебя вот добавляю он пишет подключение подключение да он пишет подключение попробуй перезагрузить телефон зайти опять к нам в общем ребята изначально вопрос был по самопробам да я думаю что мы можем с него начать у меня вопрос я просто сейчас смотрю ваши вопросы вопросы у меня вопросы я смотрю ваши вопросы самопробы вот у меня вопрос почему вы их так не любите я вообще считаю что самопробы это какая-то очень крутая штука это крутой по-любому шанс для каждого актера спасибо никита вот я как кастинг-директор считаю что самопробы это просто одна из крутейших штук для самого артиста вот и но только вот мне кажется что артист не может подойти правильно к самопробам из-за из-за лени кирилл привет еще раз из-за лени либо из-за каких-то своих предубеждений что типа дайте мне режиссера ну из этой серии да вот было бы хорошо от вас получить обратную связь почему вы не любите самопробы что у вас вас конкретно так смущает я бы почитала и постаралась ответить на этот вопрос Ксюша снова здравствуйте Ксюша в бункере у нас я не знаю почему так все это происходит мы тебя хотим в прямой эфир ну пока Ксюша у нас решает вопросы со связью привет Мишка я попытаюсь вот теперь я попытаюсь отвечать пока сама так вот было бы хорошо если бы вы дали мне какую-то обратную связь почему вы так не любите самопробы я вижу лишь одну ошибку когда получаю самопробы я вообще обожаю самопробы я не знаю вот сейчас у меня был пул мне записывали взрослые артистки самопробы потому что карантин и потому что там вся эта пандемия и пробы получаются просто прекрасные у молодых артистов я вижу ну у взрослых тоже это бывает я понимаю что им гораздо сложнее чем там чем молодым там разговаривать с камерой пока не забыла есть прекрасная артистка в Питере наверное я могу назвать ее имя если она на меня не обидится взрослая ее зовут Наташа я их виду обожаю просто любимейшая артистка которая пишет самопробы и мне кажется что у нее очень часто получается такая ситуация что ей никто не может подкинуть текст там или что и она сама собой пилит эти самопробы слушайте вот конкретно с Наташей ситуация такая что по всем ее самопробам коих по-моему на каждый проект я ей придумываю какую-то роль или что-то ее утвердили 8 из 9 вот не дам соврать потому что человек все делает четко смешно или не смешно если это не нужно вот и такое сотрудничество наше с Наташкой началось на проекте у Пети Буслова мы делали там один пилот и мы конечно ребята в нее влюбились все просто сразу с первого же взгляда по молодым артистам ребята я вижу что вы мне пишете я буду стараться отвечать на на ваши вопросы сейчас немножечко разгонюсь сама я не привыкла разговаривать с телефоном во первых одна из ошибок вы к ним не готовитесь не надо как бы сейчас думать что я в каждого тычу вот конкретно вы все не готовитесь но вы к ним правда не готовитесь большая часть артистов которые присылают самопробы вы к ним не готовитесь я буду сидеть в эфире с дебильной прической потому что волосы вы не читаете материал вы такие а сцену увидели и записали и о чем речь о чем персонаж о чем проект вообще просто ноль и поэтому вы играете в ноль мне так кажется часто не дают информацию ну бывает такое но я думаю что стоит ее попросить а если вам ее не дают значит режиссер и продюсер и кастинг-директор хочет увидеть что-то иное нежели чем ну просто посмотреть там как вы разговариваете и так далее была одна смешная история с артистом которого по внешним данным всегда приглашают сыграть вышибалу там какого-нибудь охранника кого-то там ну такой вот очень фактурный дядька а когда он приходил писал самопробу или приходил у него был вот такой вот голос немножечко это не совпадало и там уже продюсеры принимали решение переозвучивать его или оставлять это тоже немаловажный вопрос я попробую прочитать я попробую прочитать что вы мне написали по поводу самопроб мария серегина я отвечу на ваши вопросы чуть попозже сейчас мы закончим с темой самопроб так не люблю самопробы потому что нет сиюминутной обратной связи как будто вслепую в живых пробах живая энергия которая помогает самопроба мертвично я не соглашусь с вами абсолютно потому что а кто вам сказал что вы придете на пробы и вас не посадят режиссер ну то есть кто вам сказал что вы придете на пробы какому-нибудь классному режиссеру и вы знаете у меня было миллион тысяч раз историй когда режиссеры неправильно ставили задачи актер и тем самым актера сажали и получалась просто какая-то какашечка и я потом перепробовала или говорила давайте перепробуем давайте попробуем по-другому посмотреть на этого артиста давайте изменим задачу и так далее кто вам сказал что если вы придете на пробы вам например дадут партнера или там партнершу которая опять же вас не посадит ну посадит это я так выражаюсь на тему того что не посадит потому что она будет играть не туда или не сюда или еще вот у меня была такая же ситуация абсолютно недавно на днях когда прекрасный артист играл не то чтобы не прекрасной артисткой просто с артисткой с которой они совершенно не сошлись и я вам скажу что эти самопробы просто пали просто пали не самопробы а пробу поэтому согласиться о том что вот вы в живой придете вас увидит режиссер и все у вас будет классно но вообще это все совершенно неправда так я люблю самопробы лишь бы их требовали записать понятно не жда не люблю как правило ничего не знаешь про своего героя нет поправок от режиссера нет полноценной технической возможности записать не всегда есть партнер да не всегда есть партнер я понимаю но всегда же можно его по большей части найти либо напоминаю про историю с питерской артисткой которая писала самопробы просто шикарно сама собой мне очень нравится ухищрение артистов в современном мире которые записывают свой голос на диктофон за другого героя потом включают диктофон и как бы с диктофоном делают пробы кстати не так давно артистку по таким самопробам меня утвердили как правило ничего не знаешь про своего героя но слушайте как правило бывает ситуация что сценарий нельзя отправлять и люди перестреливаются к лицам к тому как человек говорит текст не важно что он может играть сейчас совершенно в другую дуду но а вот смотрите у него так работают глаза или например ой смотрите какая классная красивая артистка а у нее например полный эффект речи такое тоже часто бывает и очень много профнепригодных артистов ваших коллег выпускают из институтов и надо понять и хорошая ли у них речь что у них там с держанием текста и так далее но такие артисты тоже нужны я хочу сказать чтобы никто на меня не обижался что я тут кого-то я вообще всех всех люблю вот я ну ладно это другая уже другая тема эфира так нет поправок от режиссера а вы знаете бывает такое что не всегда режиссер знает что править потому что 90% сценариев у нас сейчас идет они отсутствуют сценарий отсутствует ты работаешь на проекте у тебя одна серия у тебя полный объем это 21 когда они там допишутся непонятно а может героиня там еще родит или что-нибудь с ней случится ну в общем нам тоже приходится иногда не иногда а уже по-моему это нормальное явление работать в странных условиях Ксюша попробуй к нам еще раз выйти вот кстати опять же ситуация про самопробы сейчас вместо самопроб просто задают ситуацию типа у тебя погиб близкий человек это нормально или нужно все-таки попросить конкретную сцену в зависимости от того что хочет режиссер или что им нужно были случаи когда и на пробах режиссер задавал такую тему он говорит а вот сейчас не играй ничего представь что у тебя мама умерла я не я не согласна с такими методами если честно вот но наверное они имеют место быть смотря какой проект слушайте ну бывает же опять же мы же говорим про разные форматы ну то есть есть продакшены огромные в которых там также я работаю где пробы с режиссером это вообще какой-то очень очень финальный этап кастинга и это вообще нормальная история из проекта в проект но при этом они делают бомбические рейтинговые проекты картины которые рвут все хит-парады фестивали премии и так далее мне кажется просто изначально для того чтобы писать грамотные самопробы нужно 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 к этому подготовиться и нам с вами и нам с вами это по максимуму разобрать Алена ты хочешь к нам в прямой эфир вот прекрасная история с Аленой Хмельницкой если Алена разрешит я расскажу вот спрашивает у меня Станислав Демин какие ошибки я про ошибки я вам сейчас расскажу я знаю точно одну ошибку про которую я вам сказала что вы к ним не готовитесь не конкретно вы не конкретно вы все но большую часть самопроб которые я получаю я понимаю что я там отправляю материалы а проба мне приходит через два часа невозможно подготовиться к этим пробам к этому к этому сценарию к любому сценарию за два часа невозможно даже если вы очень супер гениальны правда невозможно но по крайней мере мой многолетний опыт подсказывает что это не так так кто-то к нам рвется в эфир вот поэтому ошибки давайте дальше разбирать во-вторых бывают самопробы когда вы записываете особенно сейчас видимо Ксюша ну давайте попробуем быть хотя бы голосом сейчас я вот закончу буквально одну фразу тему того что вот люди спрашивают какие ошибки в самопробах вот первую я назвала что артисты по большей части к ним просто не готовятся и относятся к этому как ну ладно типа я сейчас пишу из этой серии а второй момент мне не нравится ну то есть это видимо следствие первого но и он там начинает писать самопробы про то как он любит Машу или Глашу и я вижу только очертания человека ну то есть нет такого что это какой-то портретный молочный план где можно увидеть где можно увидеть лицо глаза то как человек работает то как он разговаривает вот таких самопроб мне присылает очень много Ксюша не хочет Ксюша с нами разговаривать ну тебе нужно записать самопробы где постоянно ты ползешь ну и ползи а что есть квартира есть улицы трава я не поняла вопрос Ксюш ты нас слышишь почему ты отключаешься от нас не знаю ну вот скажи свое мнение по поводу самопроб у и у и и и и и и и Мы сейчас будем пытаться каким-то образом прикреплять. Я не знаю, как это делать. Разбор. Да, это большая проблема. Разбор – это большая проблема. Если я ползу по полю с товарищем, мы переговариваемся, как снимать такие, ползти или как. На месте предполагаемого товарища камера, где тебя снимают. Либо если тебя некому снять, ты ставишь камеру, ползешь и разговариваешь. Да, я понимаю, что нет идеальных, возможно, вам не высылают полную информацию о проекте, у вас мало сцен, у вас техническая часть ложится на ваши плечи. Я не вижу проблем поставить телефон и сыграть эту сцену кусочком, немножко ее преобразовать и так далее. Но тут люди, режиссер, кастинг-директор и так далее, они увидят ваши возможности. То, что я говорила раньше, как вы разговариваете, как вы можете себя показать, как работают ваши глаза, боитесь ли там вообще вы камера или нет, и вообще что у вас с речью и так далее. Так, пробуем. Алена, ты хочешь к нам в прямой эфир? О, к нам приходит Алена, класс. Сейчас мы ее добавим. Аленка! Сейчас. О! О! Эд! Ура! Привет! Привет! Господа, Алена Хмельницкая, которая ненавидит самопробу и пробу в целом, но которую по самопробам утвердили на Netflix на главную роль. Поэтому берите пример. Нет, если ты мне позволишь немножко включиться, да, и сказать. С удовольствием. Я прекрасно выгляжу, я восьмой день сижу на карантине. Отличное. Отличное. Так что абсолютное просто естество, какая есть. Так, с удовольствием. Что я тебе хочу сказать сразу. Почему я не люблю самопробу, ненавижу самопробу, просто я считаю, что это издевательство над людьми, которые, еще раз сейчас, не берем молодых артистов, абсолютно никому неизвестных. Конечно, сейчас слушайте, но настали новые времена. Значит, в театры кастинг-директора не ходят, артистов очень много, ну правда, очень много, кроме тех институтов, которые раньше выпускали, сейчас еще куча-куча-куча всего, да, и артистов действительно армия. Понятно, что молодые артисты, конечно, самопроба, это круто, когда ты можешь просто показать, вот он я, наверняка какие-то там твои вот эти все видеовизитки не будут смотреть, а так, естественно, тебя увидят, да, и ты можешь на пупе вертеться, ты можешь посмеяться, ты можешь это, могут люди увидеть, как ты разговариваешь, как ты смеешься. Это все отлично. Когда просят, если ты находишься на удаленке, я тебе говорю, мое второе имя, Аленка на удаленке. Зато ты Мадрид посмотри. От Аленки на удаленке. Значит, конечно, да, там вот Netflix, но послушай, ситуация с Netflix, это тоже абсолютно пальцем в небо, потому что, да, они меня не знают, да, еще что-то, я себе примерно представила, что это должно быть так, но если тебе артист подходит по каким-то, ты смотришь, да, слушай, артисту тоже не 18 лет, да, он вообще что-то делал в этой жизни, ну, заморочьтесь, посмотрите чуть-чуть, как он выглядит, как он вообще может что-то делать, да, там это, то, все, опять же, не в жизни, а как раз на экране, да, потому что, ну, дофига всего сделано, дофига артист работал, снято очень много фильмов, сериалов. Это я сейчас про наших говорю просто, ну, посмотрите, да, ну, посмотрите, что может артист взрослый или известный, ну, как, я посылала самопробы какой-то, значит, девочке, режиссеру там на Украину, да, потому что она не может меня вызвать, да, там еще и так далее, и так далее. Слушайте, ну, это, ну, я могу и так, я могу и сяк, я могу и это, и большинство артистов профессиональных могут абсолютно все. Когда ты говоришь, что режиссер сам не понимает, что он хочет, Ань, ну, здесь вопрос, извини, к режиссеру, ну, здесь вопрос к режиссеру, потом режиссеры тоже, у режиссеров тоже сейчас такая, знаешь, позиция, очень мало осталось режиссеров, которые, в принципе, говорят, что им хочется, что им надо, каких артистов они хотят. Значит, кино у нас продюсерское, поэтому получается, да, поэтому получается немножко, знаешь, разговор слепого с глухонемым. Приходит артист, который ждет, что ему что-то скажет режиссер, режиссер нифига не решает и сам не очень хорошо понимает, что ему надо, вообще отлично, вот, а потом это все, значит, должно дойти до продюсера. Значит, какой, нет, сейчас абсолютно просто другой мир, если раньше вызывали на пробы, то сейчас просто есть возможность записать и отправить, да, как бы, ну, это типа быстрее, это лучше, это просто, ну, это норма, это надо принять, поэтому это так будет, это сейчас мы не говорим, что сейчас решаем, как бы, быть этим самопробом или нет, они будут. Понятно, что они будут, как бы, это все будет только развиваться и так далее, и так далее, но, кроме живого общения, понимаешь, да, я сейчас говорю про людей, которые реально давно в профессии. Я согласна. Если ты подходишь, все, они не могут, они не могут определиться просто, кто им нужен, так они должны определиться, а я сделаю все, что они хотят, понимаешь, они мне скажут, Ален, жестче, я сделаю жестче, Ален, а здесь вот так, я сделаю вот так, а здесь вот сяк, и ты сделаешь сяк. Просто они не понимают, кого они, чего они хотят, вот в чем как-то. Я согласна, я согласна. И это раздражает страшно, и это раздражает страшно, потому что ты действительно делаешь это вслепую, но ты не знаешь, и опять-таки, возвращаясь к нашей прекрасной истории, ты это делаешь вслепую, просто, ну, вот, совпало, да, как это могло совпасть и при личном общении, ну, просто это действительно как бы они далеко, вот, поэтому мы делали самопробу, но это или совпадает с видением режиссера, продюсера, там, да, и так далее, и так далее, или не совпадает, но если, типа, ты в принципе устраиваешь человека по своим, там, каким-то внешним данным и так далее, и так далее, и тебе говорят, сделай так, и ты делаешь так, понимаешь? Ален, я с этим абсолютно согласна. Есть артисты, там, медийные, есть артисты, там, еще оттуда, которые совершенно другой школы, да, и так далее, что самопробы тоже имеют некую градацию, что, там, вот, в том случае, когда мы писали самопробы с тобой на Netflix, тот случай, когда режиссер в Украине, тот случай, когда актер молодой и не имеет определенного багажа, кстати, я хочу с тобой немножечко не согласиться, что кастинг-директора и режиссеры не ходят в театры, я могу сказать, что большая часть кастинг-директоров... Это ты просто, ты потому что лучшая! Заньку Селиванову нам выпить пора! Ура, ура, ура! Ты можешь превратиться не в то, что люди просили. А ты посмотри, сколько, ты посмотри, сколько людей у нас уже в прямом эфире. Ю-ху! Сейчас еще поговорим чуть-чуть. Сейчас, сейчас. Все. Селиванова будет просто, я не знаю, будешь отбиваться сейчас ногами-руками от артистов. Все к тебе, все попрут. Я просто говорю про то, что когда ты получаешь, ты молодой артист, и все такие, ну блин, самопробы, я не буду их писать. Вопрос, почему ты их не будешь писать? Я не говорю, что Алене Хмельницкой прислали сыграть самопробы, и ты там давай пиши, потому что режиссер, например, хочет посмотреть тебя. Нет, я не говорю про определенный уровень, уже твой, например, да, я говорю про молодых. Что чаще всего актеры, которые пишут самопробы, они их делают вот так, на отвали, понимаешь, что... Ну это, слушай, это в любой профессии есть люди, относящиеся не так, как надо, понимаешь? Ну и у нас тоже очень много дураков, которые не понимают, что, ну как бы мы хотим, мы такие офигительные, поэтому... У меня очень много утверждений молодых артистов. Вот мы делали с Николаевой, например, большой проект «Цыпленок жареный», который скоро выйдет на Первом канале, это будет огромная бомба. И в какой-то момент... И меня оттуда не пробовали даже. Сейчас Алена выйдет из эфира. Меня отключат сейчас за непристойное поведение. И меня, получается, было там три лишних персонажей. Я физически не успевала отпробовать, да, и я просила питерский, там, у меня в Севастополе прекрасный театр. Я их обожаю, там, Наташа Демитрина написала мне самопробы. И большую часть артистов, ну хорошо, не большую, 20% артистов, которые снимались, они были утверждены по самопробам. И мы не прогадали ни разу. Тем более, зная там Елену Владиславовну, которую там... Ну да, да, да. Крепкий, достаточный режиссер, который работает с артистами и работает достаточно серьезно. То просто, почему вы их не пишете? Вот в чем вопрос. Ну, то есть, у вас же определенно... Вам дано прям фантазирует. Вот реально, ты абсолютно права в том смысле, что... Какая разница, как ты поставишь телефон? Ну, поставь ты его, вот как он... Ну, конечно. Телефон вообще в миску. Конечно, но, но, Анют, Анют, но, все равно, самопробы, конечно же, но все-таки должны люди предлагать сцены, но это правда, самопробы, где они могут посмотреть не только, как человек ползет или дерется. Вот мне там моему знакому прислали самопробу, где драка. Шесть человек. Ну, Ань, ну, нет, ну, понятно. Я понимаю. Ну, это глупость полнейшая. Ну, это просто... Ну, это идиотизм. Ну, как, ну, ты хочешь увидеть, как человек там делает это, то себе. Ну, дай ему какую-то сцену, даже, может быть, если ее нету в этом фильме. Ну, дай какую-нибудь, я не знаю, там, классическую, да, из классической литературы. Но чтобы увидеть, что человек может, да, не... Ну, мы, извини, извини, просто сейчас смешная история, и можешь отказаться от моего общения. Смешная история, когда мы не на самопробах, а на пробах, на реальных, на живых пробах. Я и Нелли Уварова сидели на стульях и изображали недавно, недавно. Это было буквально, там, не знаю, год назад, полтора. И у нас была погоня. Ну, представь себе, сижу я на одном стуле, а на другом стуле сидит Нелли Уварова. И мы делаем... Это вопрос... Мы держимся... Мы держимся за руль... Которые говорят, что пробы лучше. Нет, ну, мы просто... Нет, ну, мы просто... Нет, идиотизм есть везде. Но просто... Ну, мы так переглянулись с ней. Можно было, конечно, сказать, слушайте, ребят, знаете, идите в жопу. Да, ну, мы уже так посмотрели друг на друга. Ну, ладно. В общем, мы уже пришли. Ну, почему нам не поездить? Когда мы еще поездим на стульях, как на машине, понимаешь? И мы уходили от погони. Я говорила, давай, давай, жми, быстрее, окно закрой, давай. Вот это вот все. Ну, господа. Нас не утвертили обеих. Нет. Но зато мы поржали. Мы поржали. Нет, есть такая же прекрасная история про мою любимую Татьяну Анатольевну Догилеву, которую пригласили на кастинг, потому что не знаю, коллеги ли это мои или вновь прибывшие, которые называют меня, своими коллегами меня. Вот, которые пригласили. Татьяна Анатольевна заходит на пробы, а там сидит девочка лет 22. Она говорит, здрасте, присаживайтесь. Татьяна Анатольевна садится на стул, девочка включает телефон и говорит, ну, рассказывайте, где учились, сколько лет, как зовут. На этом пробы с Татьяной Анатольевной были закончены. Да, да, да. Расскажите, это когда журналистик, ну, расскажите что-нибудь о себе. Спасибо. Да, да, да. До свидания. Конечно, есть. И, конечно, есть много непрофессионалов. Я бы не хотела говорить, что... Ну, вот этот странный... О, Саша, привет, привет. Санечка, привет. Я бы не хотела говорить про пробы, которые высылают одну сцену, где надо ползти, похрюкать, потанцевать. Ой. Аня, ты что? Это... Ты готовишь еду? Нет, это апельсинка. Да ё-ка, красоты. А на самом деле, в этот момент, это... Анька, чтобы ей просто не скучно было, она решила с нами поговорить, пока она нарубает салатики. С гречей, с гречей. Нет, на самом деле, поэтому про самопробы история такая. Вот мой вывод таков, что я их очень люблю. Я против того, что... Конечно, Ань, ты же не артистка, ты их и любишь. Я предлагаю удалить Алену Хмельницкую. Смотри, 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 сейчас люди уйдут со мной. Я сейчас заберу часть людей. Нет, просто я за то, чтобы самопробы отправлять и посылать самопробы, грамотно нужно. Понятно, что нет смысла отправлять сцену, кидать ее в Татьяну Анатольевну Догилеву, или, например, кидать сцену в Алену Хмельницкую, я не знаю, там, или в Джуда Лоу. Ну, как бы вопрос в молодых артистах, у которых есть багаж, есть что показать. И когда у вас есть такая возможность, и вам дают эту сцену, а вы начинаете, артист начинает придумывать, что камеру держать сложно, что надо придумать, как ему ползти, что нужно придумать. Я понимаю, что без какого-то сумасшествия и непрофессионализма у нас тоже никак. Потому что бывает, и у нас есть случайные люди, которые появляются в этой профессии, которые отработали ассистентом по актерам на площадке один проект, и на следующий он считает, что он кастинг-директор. Алена подвисла. Ребят, вы тут? Скажите, пожалуйста, я вешу, или вообще всё слышно? Я сохраню эфир, только скажите, слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, что меня слышно, и я не вешу. А, всё, спасибо. Саша, я читаю, читаю, ребят, какие пробы, самопробы, всё херня-херня. Я вот молодых просила видео снять, рассказать, что да-да-да. Вот, да, кстати, одна из прикольных идей. Так, сейчас к нам... Нет. Аленка, присоединяйтесь. Машуль, спасибо. Одна из историй тоже. Очень часто, ну, неудобно мне вызывать актёра на пробы, потому что я не уверена, как он выглядит, я его давно не видела. У меня нет возможности 25 дней в месяц ходить в спектакле, на спектакле в театре. Саша, я подключу Алену, мне нужен от неё запрос, пока нет запроса от неё. Вот. И я просто звоню агенту или звоню там кому-то, актёру, если там он без агента работает. Вот. И как бы, прошу, говорю, пришлите, пожалуйста, видео-визитку, просто записанную на телефон. Аленка, подключаю. И в большинстве случаев я не могу получить это видео. Человек мне её не присылает. У него сейчас спектакль, у него что-то там ещё. И я... Звонила Дашка Фекленко, сори, сейчас она, она сейчас тоже к нам присоединится. Я сейчас просто говорю, что бывает часто, давайте на чистоту. Есть артисты и медийные, и немедийные, которые, есть медийные, но которые уже, например, там определённое количество времени не снимались. И мне неудобно позвать, потому что я не знаю, может быть, она себе сделала вот такие губы, вот такие глаза и изменила нос, а мне нужно вот это. И я иногда прошу, неважно, и молодых, и известных, давно не снимавшихся, или я, возможно, их там не видела, я прошу снять либо короткое видео, либо прислать несколько селфи вот от сегодня. И я этого тоже не получаю. И у меня вопрос, почему? То есть, ну вот, как бы, Ален, скажи, если я бы, вот мы не были бы с тобой знакомы, неважно, тебе присылают, пришлите пару селфи, как вы сейчас выглядите. Это обидно? Или что? Почему? Это не включает в работу артиста такие вещи? Почему? Нет, ты как агент, естественно, ты говоришь, пришли мне, пожалуйста, свои там, или видео, или пришли мне какие-то свои последние фотографии. Ну, естественно. Как ты, какая ты сейчас? Это совершенно нормально. А вот от молодых тех же артистов, для кого, собственно, был сделан сегодня по большей части эфир. То есть, опять же, ребят, я прошу всех понять, что это не касается лично вас, лично каждого. Просто много пишут и на почту, и там в Инстаграме, что типа вот там. Но в большей степени я прошу прислать какое-то видео себе, или, может быть, вы делали какие-то фотографии последние. Просто пришлите селфи. И этого не происходит. Мы же все сейчас с гаджетами, с телефонами, там, с компьютерами. Пришлите видео-визитку. И начинаются какие-то разговоры про то, что надо сейчас, я выйду на улицу, поймаю свет, выйду куда-то, приеду со спектакля. И этого не происходит. Это все от неуверенности. Но так надо же с чего-то начинать. Да. У нас очень мало кастинг-директоров, я честно скажу, что очень мало кастинг-директоров, которые работают с артистами. Валюшкина, привет! Ты куришь, Лена? Мама, ты куришь? Доча, ты куришь? Леночке Валюшкиной привет. Замкурить тут, Лен. И вопрос в том, что, почему нельзя прислать это короткое видео. Есть один артист, не буду называть его имени, ну, он не очень известный, который три или четыре года подряд шлет мне одни и те же фотографии, причем, которые были сделаны еще лет 10 назад. У меня вопрос. И я, во-первых, я не смотрю фотографии актеров, практически не смотрю, потому что они мне ничего не говорят. Я всегда смотрю, если я делаю кастинг, и я не знаю артистов, я всегда зову на очные пробы, либо прошу записать видео-визитку, либо смотрю визитку, которая датирована каким-то годом. Потому что я смотрю, что это сделано не в 2001 году, а сейчас уже у нас 20-й, а какая-то свежая, что человек... Они думают, что они практически не изменились. Да, то есть я абсолютно против поощрения сейчас этого открытого бизнеса, который везде просто шагает семимильными шагами. По поводу того, что нужно пойти за 25 тысяч или 40 тысяч, каждые два месяца себе делать какие-то видео-визитки. На самом деле, если ты артист, и тебе сделают хорошую визитку, сейчас много таких людей, например, Саша Франк, или у меня есть прекрасные фотографы... Саша Франк, кинотест. Кинотест, да, создатель кинотеста. Которые делают хорошие емкие видео. Мне не нужно видео, в котором будет 50 минут рассказ о том, как вы пожалели собаку в детстве. Ну, неинтересно мне это. Мне это ничего о вас, к сожалению, не говорит. Какая-то жестокая, Аня. Да. Вот. Нет, я всё это понимаю, но я вам скажу так, что по статистике... Вот сейчас у меня там был большой-большой кастинг. Мы каждый день кастинговали молодёжь. И я вам скажу, что 75, хорошо, даже 80% людей, которые приходят на пробы с режиссёром. Режиссёр у нас ещё такой прекрасный, дотошный. Он и все сцены сделает, и поправит. И даже если видит, что не туда, всё равно ещё раз сделает сцены. Ну, такой вот у нас режиссёр. Вот. И вопрос в том, что пустые... Ну, часть, вот 80% артистов, которые приходят на пробы, они пустые. Они не читали материал, они не читали там что-то. Вот у меня была история с Глебом Пускепалисом. Обожаю этого артиста, прекрасный и замечательный, талантливый. Которому я лично отправила материал в полдвенадцатого ночи. Ну, так получилось. Так получилось. И я сразу сказала, что да. И актёр приходит к нам в 12 часов дня на пробы. Он прочитал 4 серии, кои вообще единственные они являются написанными. И выучил две сцены для проб. И я считаю, что это профессионально. Человек пришёл, и он подготовился. Несмотря на то, что в данной ситуации была неправа я. Я прислала материал в 12 ночи. Вот. И как бы... Аня, я тебе говорю, проблема в школе. Кто сейчас преподает? Саша, я всё понимаю. Но ей же... Я не говорю, что нужно по щелчку всем измениться. Но я считаю, что ежедневная работа над собой – это прекрасная просто история. Мы можем сделать, например, сейчас, пока у нас 165, 8 зрителей. Спасибо, Алёне. Вы можете вообще... Я готова... Не знаю, Ксюша поддержит меня или нет, Марчук, которая не смогла к нам попасть в эфир. Я, например, могу предложить такую историю. Я придумаю из старых проектов две сцены для мальчиков и для девочек. Вы, Герик, пришлёте мне ваши почты. Кто заинтересован в этом, запишите самопробы. А мы, например, сделаем разбор. И тогда это будет... Я читаю, что пишет Валюшкина. И, видимо, она шокирована моим поведением. Но я хочу сказать специально для... Включение для Елены Валюшкиной. Значит, я сегодня проснулась. Ещё раз, для тех, кто не знает, я на восьмой день на карантине. Я сижу дома, слава богу, в загородном доме. Но сижу, честно, никуда не выхожу, потому что прилетела из Испании, где у меня остановились съёмки Нетфликса, которые остановились. Приостановились, которые случились благодаря вот этой прекрасной женщине Селивановой Анне. Ушла. Она ушла под стол. Вот. И я сижу, значит, Леночка. И я проснулась сегодня. Я позанималась йогой. После чего я посидела, позанималась английским. Я сейчас занимаюсь... У меня есть мотивация. Я занимаюсь английским. А потом я посмотрела немножко новый сериал. Я смотрю, который про Боба Фосса. Называется «Фосси и Вердон». Вот. Я посмотрела немножко сериал. Я почитала прекрасную книгу. Я приготовила поесть уже это всё. Я уже это всё сделала. Ещё собиралась. Я смотрю прямой эфир. И я решила выйти в прямой эфир и уже позволить себе бокальчик вина. Сегодня мне точно не за руль. Вот. И поэтому в прекрасном настроении пообщаться. Пообщаться и поделиться с вами. Потому что меня... Ну, серьёзно, когда говорят «самопробы», просто меня немножко начинает трясти. Потому что я старорежимный человек. И, конечно, мне повезло. Я работала в то время, когда режиссёры решали, кого они хотят видеть. Да, они могли... О, пришла Ксения. Вот вопрос, кстати... Вот ещё сразу. Детские самопробы. Привай эфирчик. 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 Вот вопрос, кстати, по поводу того, что рассказала Алена. Кстати, очень крутая идея. Вот вам идея для карантинного марафона. В большинстве случаев... Ну, я понимаю, что когда я... Мы, кажется, директора, встаём в тупик, когда нам нужно найти, не знаю, эстонца, говорящего по-японски. Но, то есть, очень часто нам нужно, например... Но очень часто нам нужно найти актёров, которые говорят на английском языке. Русских актёров. Русские типажи часто подходят под европейцев. Европейское кино или там американское также снимается. В России таких актёров часто ищут. Ребята, ребята, учите английский. Ребята, учите прямо сейчас. Потому что сейчас... Потому что сейчас, ну, правда, сейчас золотое время. Потому что сейчас это всё на самом деле начинает работать. То есть, посмотрите, у нас начинают, правда, снимать русских артистов. И не только в плохих, как бы, да, не то, что мы играем, плохих русских. Абсолютно нормальные роли, прекрасные роли. Если вы будете говорить хорошо на английском, можете играть не только русских, вот, а вообще французских и так далее, и так далее. Если будете идеально говорить, то и американцев, и англичан, и так далее, и так далее. Сейчас вот то самое время, которое нами, к сожалению, да, многими, я говорю про свой возраст, упущено. Поэтому просто вот это мой совет, совет-совет. Учите английский. Да, просто вопрос в том, что помимо того, что существуют проблемы и с нашей стороны, там, со стороны режиссёра, кастинг-директора, продюсера и продюсерское кино, и много чего у нас происходит через жопу, простите. Но вопрос в том, что, вопрос в том, что я, например, за свою работу я привыкла отвечать, да, и я, самопробы проблема, да, понимаю, в большинстве случаев это проблема. Но попробуйте на эту историю посмотреть с другой стороны, что вы можете в эти самопробы, кто-то написал там, что, типа, я вот люблю самопробы, потому что я могу сделать 500 дублей, как мне кажется, классных, выберу 4, отправлю, и они уж выберут, тут я весёлый, тут я грустный, тут я плачу, тут я ползу. Это отличная идея, потому что сразу видно, что ты как бы вот разный. По разным причинам пишутся самопробы. Сейчас карантин, там, болеет режиссёр или просто хотят больше посмотреть людей, но в очной форме не получается посмотреть такое количество людей. Вот, и занимайтесь постоянно самореализацией, постоянно работой над собой. Не знаю, там, ходите в зал, учите английский, потому что в какой-то момент, вот у нас с Алёной сейчас так получилось, что я вообще, Алёна знает язык прекрасно, на самом деле. Ну так. Когда Алёна попала в среду, и когда мы такие, всё, у нас достаточно быстро это всё произошло, что, Алёна, мы что-то подписали, что-то согласовали, с кем-то что-то списались, билет куплен, Алёна в Мадриде, и мы такие, боже, Алёна, что ты там делаешь? И когда это всё остановилось, и Алёну пришлось вернуть обратно в Москву, мы говорим про то, что, люди спрашивают, про что мы говорим, про то, что Алёну утвердили в новый проект для платформы Netflix, но который остановили в связи с коронавирусом и пандемией. И Алёну вернули обратно в Москву, она сейчас сидит на карантине. Но всех вернули, не только одну меня вернули, люди не радовались особо, всех вернули по своим домам. Да, 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 и всех вернули, и сейчас прекрасное время, и Алёна поняла, что ей не хватает её уровня языка, и она начала его сейчас, вот человек рассказал, что она утром позанималась йогой, сейчас она занималась английским, а сейчас она не бездомно тратит время с нами. И ещё лайфхак хочу сказать, что времени, на самом деле, кажется, что сейчас его вагон, да, в связи с этим карантином, но его нифига не вагон. Вот я, например, стала совмещать, если у вас там, я не знаю, вы занимаетесь йогой или там спортом, или бегаете по беговой дороге, вот, вернулась, если оно у вас есть, то вы можете включить просто, вы можете включить какой-то фильм, желательно, который вы знаете хорошо на русском, или какой-то сериал любимый, например, идеальный сериал «Друзья», потому что там достаточно простой язык, ну, как простой, там шутки, которые понятны, да, ну, как бы мы все любили и любим сериал «Друзья», и просто чтобы вот эта речь, она у вас была постоянно, постоянно в ушах, потому что то, чего вот нам не хватает безумно, когда мы, когда мы живем не в среде, это как раз мы очень плохо воспринимаем на слух, вот этого вот мне не хватает, да, ты можешь сидеть, например, ты можешь писать, ты можешь читать, но у тебя, у тебя уходит навык разговора, у тебя уходит абсолютно разговорная речь, даже если она была, или она не приходит, если ее не было, вот, и совершенно нету восприятия на слух, поэтому вот я сейчас просто, окунувшись в это, я понимаю, насколько, боже мой, насколько ты с каждым днем начинаешь больше понимать, это правда круто, это тренировка тех участков мозга, которые, но они не задействованы, они не задействованы в твоей, как бы, жизни повседневной, да, если ты не учишь язык, это очень круто, это просто, ну, это вообще хорошо, это антиэйджинг определенный, знаете, не только, как я говорю, если бы я знала, я бы качала, качала бы не жопу, а мозг, если у вас есть, если у вас есть выбор качать жопу или мозг, качайте мозг, правда, это вот, это нужнее, это пригодится, если у вас есть возможность качать и то, и то, в одно время, то есть лечь на коврик, заниматься физическими упражнениями и под это дело слушать английский, например, ой, плохие слова не говорите, плохие-то какие слова, жопа? Это плохое слово, это супер слово, я вам должна сказать, это самое, это самое лучшее слово. Я вас не сдерживаю, как могу. Мне нравятся, мне нравятся эти люди, которые вот это вот, не курите, вы показываете плохой пример. Не знаю даже, что еще, чего еще мне не делать, боже мой. Ребят, если что, я, конечно, не везда, но я матом просто разговариваю. У меня уже даже мама разрешила иногда. Но на самом деле, вот, хочу вернуться на секунду к самопробам уже и, наверное, закроем эту тему и потом обсудим ее в предложенной мной идее. Есть у меня прекрасный артист, даже назову его имя, Никита Санаев его зовут, и вот вопрос, он мне говорит, Ань, пожалуйста, если есть возможность, даже если меня не зовут на пробы, можешь прислать материал, я просто буду разминаться и понимать, что сейчас происходит, просто буду записывать самопробы для себя. И это, на самом деле, тоже очень крутой лайфхак. Актеры, у которых есть агенты, если вам это интересно, и понять вообще эту историю с самопробами, просите, пусть они высылают вам сцены, не надо их там, может быть, отправлять, если вы там не проходите по возрасту, типажу и так далее. Но для разминки это очень отличная идея и мозга, и понять, как это вообще устроено. Потому что... ...к той теме, что и Алена рассказывала, где они с Нелли ездили на стульях от погоды. Просто не факт, что вас пригласят на пробы, и вы... И там будет суперкрутой режиссер, который будет с вами работать, вас не посадят, как Алену с Нелли Уваровой на стуле, и вы не будете убегать от погони. Будете сидеть в этот момент, думаете, ёлку, просите, лучше бы я дома на камеру убежала от погони, чем сидеть сейчас здесь. Поэтому просто пробуйте, пробуйте разные варианты, и когда-нибудь к вам придет реальное понимание, что самопробы — это круто. В разных ситуациях по-разному. Вот Маша Белоненко меня спросила по поводу того, что делать, если присылают самопробы, а там много героев. Ну вот это мы так и говорили. Это глупость, конечно, полнейшая. Это просто очень сложно технически сделать. Конечно, это сложно. Просто знаете, что если вам отправляют сцену, в которую нужно записать самопробы, а там много героев, есть поцелуи, драки и так далее, это вам отправили не очень профессиональные люди. Но поскольку вы все равно заинтересованы в работе, и вам надо с этим что-то сделать, ну, вариант первый. Вы находите партнера и пытаетесь с ним что-то это развести на двоих. Вы выходите на улицу и говорите, слушайте, значит, такая сейчас ситуация, вот вам по 100 рублей всем быстро, вы подержите камеру, вы подержите телефон, сейчас, давай, значит, ты на меня нападаешь, я тебя, значит, херак, ты вот это вот, вот это, ну, и вот так вот. Или, например, выходишь еще и говоришь, сейчас я, конечно, подерусь, но перед этим я хочу вам прочитать монолог Гамлета. Послушайте, пожалуйста, а потом я обязательно здесь запишу, а потом я обязательно запишу эту драку. Вот. Ну, например, как вариант. Ну да, просто... Или делешься и читаешь стихи, ну а что делать? Ну, во-первых, если ты можешь, если ты можешь сделать апдейт сцены под себя, забрать текст некоторых героев и так далее, ну, то есть в какой-то очень крутой проект на главную роль только по самопробам могут утвердить такую хмельницкую. Ну, я имею в виду в русский проект вряд ли. То есть это, наверное, какой-то предкаст всегда происходит. А, смотри, ну, классно выглядит, можем попробовать, там, вызовем еще раз. Поэтому эту сцену можно... Я предлагаю просто... Если она дебильная, вы понимаете, что, наверное, человек не читал этого, который вам отправлял, то просто попытайтесь ее... Сделать ее апдейт под себя, как-то, ну, забрать текст ваших или других героев и ввести в один какой-то диалог. Ну, наверное, какая-то история. Нет, вообще, я сейчас скажу и пойду, наверное, а то у меня уже все, у меня все уже пришли, вся моя карантинная семья вот с прогулки. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле, к сожалению, сейчас пробы, даже если вы придете живьем на пробу к режиссеру и так далее, во-первых, а, может, не быть партнеров, вам может подкидывать текст режиссер в лучшем случае, а может быть просто, там, я не знаю, девочка-ассистент будет вам подкидывать таким, знаете, монотонным как бы, да, голосом, ничего не выражающим эти, и вам все равно надо будет это делать. Поэтому в любом случае, конечно, наша профессия предполагает постоянный, постоянный, нескончаемый, нескончаемый ни с возрастом, ни с чем стресс. Да, и к этому стрессу, безусловно, надо быть готовым. Поэтому всегда есть вариант повернуться и уйти, но это вариант для, как бы, человека-проигравшего, да, то есть ты, ну, сразу, да, ты просто в этом не участвуешь, а это, ну, к сожалению, в нашей профессии так не бывает, вот, и не будут тебя за это ценить больше и так далее, и так далее, и нет, это все совершенно не про это. Поэтому готовиться надо ко всему. Ты приходишь, у тебя может быть совершенно дурацкая сцена, у тебя может быть хороший режиссер, может быть дурацкий режиссер, могут быть партнеры, может не быть партнеров, поэтому сейчас вот эта разница, на самом деле, да, уже что говорить, я не люблю самопробу, но, наверное, разница заключается в том, что ты можешь, ты можешь себя, если говорить о плюсах, ты можешь себя выгоднее подать, ты можешь поставить на себя офигенный свет, ты можешь